Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Итак, вы пишите. Добрый день, мне 30 лет. Самое время определяться в жизни. Ну, вот здесь уже чувствуется, что вы себя пытаетесь как-то вот впихнуть в определённой рамке. То есть, пора определяться в жизни, нужно уже определяться в жизни и так далее. Хотя, что такое определяться в жизни, вы сами вряд ли знаете, что чувствуется, что вы себя заставляете, да? Здесь. Дальше. Ну, с детства у меня мычает одна и та же проблема, я не могу сделать выбор ни в чём. Понимаете, вот то, что вы описываете дальше, очень похоже на низкий уровень эмоционального интеллекта. Довольно подробно описан, ну, довольно подробно этот феномен описан в психологической литературе. Вот. И связан он с тем, что человек не способен доверять своим чувствам. То есть, по факту, чувство ставится под сомнение. И не доверяют им. А больше опирается человек на рациональную историю, на рациональный элемент. Подвергая сомнению, в частности, какие-то вещи. В том числе, самого себя. И, эээ, в итоге, вот, эээ, приходя к тому, что во всём человек сомневается. Потому что при желании, при таком вот желании, да, можно подвергнуть сомнению абсолютно всё. Эээ, отсюда постоянно тревожность, там это всё зыбко, всё ненадёжно. Из-за сомнений. Эээ, вот, в правильности, эээ, того, что я делаю. И, в итоге, в общем, это довольно серьёзные ограничения. В жизни человека. Эээ, что важно. Эээ, важно то, что, эээ, сомнения в правильности. Эээ, или неправильности, эээ, того или иного решения, того или иного выбора, эээ, действительно обоснованно. То есть, эээ, действительно обоснованно сомневаться в том, что правильно. Но, само, эээ, сама категория правильности вызывает очень серьёзные вопросы. Эээ, сама категория правильности вызывает вопросы по поводу ээээ, взаимодействия с, например, эээ, категорией «хочу». С категорией «нравится». Понимаете? То есть, по факту, вы обесцениваете свои чувства. Вы обесцениваете, именно, вот, то, что вам важно. Эээ, мне показалось из вашей истории, что, эээ, вот, в детстве, эээ, ваши родители, они, были, эээ, отстранены от вас. То есть, они, ну, как бы, особых таких конфликтов у вас, наверное не было, но и особой эээ, близость эмоциональный. И, того, чтобы вы наблюдали ээ, увлечённость чем-либо эээ у своих родителей. родителей. Такого тоже не было, мне так показалось, вот, и вероятно, вы были часто предоставлены сами себе. Вот, опять же, иногда это хорошо, это помогает человеку развиваться, иногда это не очень хорошо, вот, это задает ощущение ненужности, то есть, если человек вот чувствует себя ненужным, да, или там неважным, ну, без такого яркого негатива, просто вот, ну, я не важен, я, там, не занимаю какое-то важное и ценное место, да, я не представляю себя кого-то важного и ценного, то, соответственно, так человек будет, скорее всего, относиться к своим чувствам. Вот, это вопрос о том, насколько ценным и важным, опять же, вы себя чувствуете сейчас. То есть, понятно, что мы не можем говорить про ваше прошлое, мы можем, конечно, его анализировать и мы можем выявлять все вещи, которые вы до сих пор не прожили, например, но мы говорим все равно про вас настоящего и мы говорим про то, как вы себя осознаете сейчас, здесь и сейчас. Дальше, у меня все храще в личной жизни, это не касается выбора партнера, но это касается всего остального в жизни. Ну, смотрите, во-первых, как вы понимаете, это достаточно интересная история. Значит, в выборе партнера у вас все хорошо, а в выборе всего остального в жизни не очень. Это не то, чтобы странно, это просто интересно, потому что, получается, критерии выбора от партнера у вас достаточно четкие и ясные, а критерий выбора всего остального нет. Получается, в выборе партнера вы руководствуете своими чувствами, судя по всему, потому что вы не демонстрируете неудовлетворенности какой-то, а во всем остальном нет. То есть, в отношениях между людьми вы разрешаете себя чувствовать. Именно в отношениях между людьми вы разрешаете себя чувствовать. А с близкими людьми, вот с самыми-самыми-самыми близкими людьми, а во всем остальном нет. Это, как минимум, но это не странно, это просто заслуживает внимания, на мой взгляд. Так, дальше, я трудоустраиваюсь на работу, могу неделями добиваться отраво-туда-туда положительного решения, получив его просто перехотеть. Ну, смотрите, здесь такое ощущение, да, что вы действуете не ради, собственно, самого действия. То есть, вы устраиваетесь на работу, добиваетесь решения работодателя для того, чтобы что-то себе доказать. То есть, по сути, такую галочку поставить. Мол, я добился, добился. Вот этого я добился. Это я сделал, это я решил. Вот. Но за этим ничего нет. То есть, за этим нет вашего смысла, условно говоря. Ну вот, для простоты, да, давайте так. Личный смысл. То есть, личный смысл именно в том, чтобы вот получить решение, всё, больше вам ничего не важно. И вот такое ощущение, что вы пытаетесь кому-то что-то доказать. Это касается всего. И далее, то, что вы описываете, вот, по сути, да, вот это все, они, это все довольно похожи. Например, то, что вы, вот, говорите там, допустим, «Завтра начинаю новую жизнь». Это, вот, такое ощущение, да, что вам достаточно фиксации решения. То есть, вы зафиксировали, что такое решение принято, и всё, вам этого достаточно. Но вы сами не отдаёте себе отчёта в том, что цель ставите себе, мягко говоря, нереалистичной. Потому что завтра начать новую жизнь нельзя. Начать новую жизнь нельзя вообще. Вы можете что-то изменить, но не завтра, а прямо сейчас. Вы либо меняете что-то прямо сейчас, либо не меняете вообще. Понимаете? И вопрос в том, какие это будут изменения. Понимаете? То есть, изменения могут быть самые-самые минимальные, но они будут здесь, и сейчас они не будут завтра. Понимаете? Вот поэтому задача вы себе ставите нереалистичной в этом плане. Но, тем не менее, нужны для того, чтобы, вот, сохранять какой-то определённый баланс внутри себя. Дальше, даже так, устроиться на работу, на следующий день уволиться, так уже несколько лет. Ну, здесь, конечно, такой довольно интересный вопрос про деньги. То есть, ну, хорошо, вы увольняетесь, а на что вы живёте? Я не в том смысле, что считаю ваши деньги. Нет, я в том смысле, что... Так, а... Ну, как вы себя обеспечиваете? Больше всего говорить, что у вас есть жена вроде как. Вот, на что вы себя обеспечиваете? Как вы себя обеспечиваете? То есть, ну, хорошо, вы устроились на работу, потом уволились, а... Откуда берёте средства существованные? Если у вас есть какой-нибудь ещё источник дохода, то работа вам не нужна, и вы просто за неё не держитесь. Тогда у вас не говорит вопрос, а с какой целью вы хотите работать вообще? Вот. Если же вы, там, нуждаетесь в деньгах, то, опять же, не совсем понятно тогда, как вы увольняетесь. То есть, понимаете, да, вот противоречия. Здесь противоречия идут. Именно противоречия. Каждый раз мне даётся устроиться на хорошую должность, но каждый раз в смысле, при этом, что выбор сделан окончательно, беспорядно, я просто сливаюсь. А... Вот, понимаете, это какая-то несвобода. А... У вас есть какая-то несвобода? А... Так, по крайней мере... Мне это видится. А... Что это значит? Что значит несвобода? Несвобода это значит, что... Вы думаете, что выбор сделан окончательно бесповоротно, но... Почему вы так решили? То есть, у вас нет ощущения, что вы являетесь хозяином своего выбора. Вы являетесь хозяином своего решения. Как будто бы решения принимаются кем-то другим не вами. А кем-то другим. И... Против этого вы бунтуете. Против этого вы... Условно говоря, восстаёте. И... Против этого вы, наверное, и боретесь как раз. Но здесь очень важно рассмотреть, как именно вы делаете выбор. Вот. А... Как именно, чем, если угодно, вы руководствуете. В... А... Ну... Вот... Непосредственно, да. В... Вопросах принятия решения, в вопросах выбора и так далее. Вот. Потому что это крайне важная история. Это крайне важный момент. А... Для... Нас... А... С вами это очень важный момент. Вот. Потому что окончательных и бесповоротных выборов не бывает. То, что вы себя не чувствуете свободным, это... Скорее, больше... Ммм... Ну... Такая вот, вы знаете... Эмм... Проблема, наверное, больше... Эмм... Ну... Проблема личных границ это больше. Это... Не... Проблема выбора, да? Как... Как... Ну... Как вот такового. Наверное. Это больше проблема личных границ. Хотя, конечно, здесь есть свои нюансы. Вот. И... Нужно все равно смотреть более подробно. Дальше. Могу выйти из дома. Гулярно болбать в пути. Передумать. Вернуться в раздельце. Потом снова. Передумать в раздельце. Опозвать. Ну... Эм... Вот. Понимаете, да? Эм... Такое ощущение, что... Вы не чувствуете себя. Эм... Завершенно. Вот. То есть, вы себя вообще, совершенно не чувствуете. То есть, вы что-то делаете, да? Эм... Эм... Но... Не чувствуете, что вы делаете, что вы делаете. То есть, вы знаете, вы знаете, чего это... Эм... Эм... Зачем это? Вот. И так далее. И так далее. Вот вы говорите, что я вышел куда-то, а потом придумал. Так, а зачем... Зачем вы ходили? Эм... Эм... Как получилось, что... Эм... Эм... Что... Передумали. Эм... 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 Немножко... Более... Эм... Более подробно эмоциональные... Эмоциональные... Эм... Эм... Услышать. Эм... Отсчет. Понимаете? Они просто... Вот... Фиксацию того, что... Какие-то действия... Эм... Вы совершили. Эм... Потому что... Этого мало. Этого вот... Объективно мало для того, чтобы понять... Эм... Что с вами. Дальше. Могу общаясь с незнакомым человеком долго выстраивать диалог, чтобы создать особенные впечатления, на следующий день с этим человеком общаться уже со всеми ночи. Ну... Эм... Третий... Пункт это... То же самое, что и первое. То есть... Эта... Вот определенная... Определенная галочка. Могу менять хобби с увлечением почти каждый день, отпускание на последние деньги, закватируя уже заваленные люди, барахлом... Блокол... 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 Я полагаю, что здесь в принципе то же самое. То есть вы... Эм... Также пытаетесь... Эм... Что-то... Что-то вот... Себе доказать. Вы пытаетесь... Какую-то... Какую-то галочку... Эм... Поставить. Эм... Эм... Ну тут... Совершенно очевидно. На мой взгляд. По крайней мере. Дальше. Петроение меняет в несколько раз. Эм... С прекрасного жизнелюбия на самом начале, а то же самое с близкими. Человек может очень сильно нравиться. Через несколько часов перед этим общаться навсегда. Но навсегда это конечно довольно глобально. Глобально. Эм... Эм... Говорите безусловно. То есть, ну навсегда это очень... Такая... Эм... Порой не совсем понятная и... Неосознаваемая... Эм... Эм... Категория... Для... Человека. Вот. Это несколько... Стра... Несколько странно... Ну вот... Для меня несколько странно... Эм... Слышать это... Эм... Эм... От вас. Да? Ну и вообще... Не только от вас. От люди... Эм... Странно слышать... Эм... Подобные вещи. Потому что... Навсегда это очень... Ну... Тоже не много. Тоже не долго. Вот. А я бы сказал, что... Эм... У вас тут... Такие нет эмоциональные качели. Да? Эм... Это плохо. Это плохо. Это хорошо. Эм... И... Эм... Как бы это... Вот именно... Про эмоциональный интеллект. Мы тут... Это именно про эмоциональный интеллект. Мы тут... Мы тут... Говорим. А... Вот... Не знаю... Не знаю... К... К... К сожалению или... Мы говорим об этом... Или... К счастью... Мы об этом говорим. Ну... Вот... Мы говорим именно про... Эм... Наскот... Эм... Ну... Мы говорим про низкий уровень эмоционального интеллекта. К сожалению. Вот. Дальше. Могу принять жизненно важное решение. Типа завтра начиная новую жизнь, открою свой бизнес, вложить в вас рабочие деньги, крупную сумму, на следующий день пытаться вернуть всеми силами, вернув деньги, что мы хотим куда-то вложить. Есть то же самое. Это все то же самое. Так. Ну про детство. В общении с людьми чувствую себя очень уверенно. Помоги тут добраться к тем, может быть, причинам. Помоги разобраться вам можно, но для этого я бы сказал, нужно больше информации, как и озвучил, в общем, мой коллега вам. Вот. То есть это вот именно, значит, работа с чествами, с национальным интеллектом и, вероятно, еще, еще, вероятно. Про, а ну про ожидания. Здесь речь идет, вот, именно про ожидания можно говорить, на мой, на мой взгляд, по крайней мере. То есть можно говорить о том, что вы пытаетесь вот, чьи-то ожидания оправдать. Ну вот, ну например, там, ожидания, например, там, допустим, своих родителей, да, или что-то еще. То есть чувствуется очень сильно, чувствуется, что вы не, ну, что вы не самостоятельны. Вот. И эта не самостоятельность, она весьма сильно ощущается. Вот. Дальше. Наши появляются, говорят о чем-то серьезным. Это что-то серьезное, это состояние, меня очень сильно извращает. Я сроков с непониманием окружающих, своей семьи, которые вверх почти прекратили сообщение. Ну, я думаю, что в вашей семье люди тоже не общались, не общались много. Вот. В общем, для нас разумная стабильность. Нет. Вот, понимаете, именно ваше стремление к так называемой разумной стабильности и привело вас к тому, чем мы сейчас имеем дело. То есть ни о какой разумной стабильности речь вести нельзя, если мы говорим непосредственно про, ну, человеческие отношения. Вот. Понимаете? Так что, здесь, вот, в контексте именно разумной стабильности, это иллюзия. Так. Я просто не знаю, как правильно сделать любая попытка избрать положение, в итоге прощается новый нервный поток, поток скачков. Вот именно. Вы пытаетесь сделать правильно. А правильно сделать нельзя. Потому что, правильно не бывает. Это немножко не те категории, а не те категории, которыми вы оперируете. Это те категории, в которых есть и будут всегда, в большом счёту, сомнения. Они всегда будут внести по факту один негатив первого черта, и во вторую очередь всем вашим близким. Вот. Дальше. Я не знаю, что мне делать. Ну, опять, да, я не знаю, что мне делать, чтобы что. Вот такое ощущение, да, на этом, что вы боитесь возможностей. Вот мне такая мысль сейчас в голову прислала, что вы боитесь возможностей. То есть, когда возможностей нет, просто, когда нет возможностей, вам хорошо. Вам хорошо, вам комфортно, вот. Потому что возможностей нет. Потому что возможностей что-то сделать, к примеру, не так, нет. Но, когда возможности появляются, когда вы видите, что они, возможностей в смысле, у вас имеют место быть, когда вы это чувствуете, когда вы это видите, когда вы чувствуете, что можете. как-то, на ситуацию, допустим, повлиять, вот, то вы начинаете этого, на мой взгляд, на мой взгляд, вы начинаете этого бояться. И всеми силами, это важно, вы всеми силами пытаетесь избавить себя от этой возможности, от возможности что-либо сделать. Такое у меня сложилось впечатление относительно вас. Я не говорю о том, что это обязательно, что-то, такое вот, на сто процентов верное и правильное. Но выглядит все. Пока. Именно так. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что это было полезно вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Умкая улетовывая, привет! Я отвечаю за мою релик. Моему, это seriousness. ...все данный диз Monday, может быть ждем. Нужно помądaться, не чудес Luckily! А я discrete медовинарильвика Анатиллитика Данк overload. Продолжение следует...